В Вашингтоне сегодня говорили о ядерных переговорах с Ираном. На Капиталистском холме эксперты обсудили достигнутые в Лазанне соглашения и перспективы их реализации. Попытается ли Конгресс заблокировать сделку и почему лазанские соглашения слишком расплывчатые? Ответ на вопросы искал Роман Мамонов. Соглашение шестерки международных посредников Ирана по будущей ядерной сделке по-прежнему одна из главных тем разговоров в Вашингтоне. Пока Белый дом пытается убедить граждан в том, что документ носит прорывной характер, абоненты, главным образом республиканцы, грозят сорвать сделку. Проблема в том, говорят эксперты, что судить о достигнутых договоренностях пока сложно. Слишком мало конкретики. Весь протокол лазанских соглашений это всего две с половиной страницы. А дьявол, как всегда, кроется в деталях, которые только предстоит обсудить. В этом рамочном соглашении слишком много неясного. Например, реконструкция завода в некий центр ядерных и физических исследований. Как это будет происходить? Какие исследования там будут проводиться? Все эти условия должны быть прописаны очень четко. До периода действия соглашения 10-15 лет. Очевидно, недостаточный срок ограничений. Так что в документе слишком много лазеек, которыми иранцы могут воспользоваться. Республиканцы в Конгрессе сейчас готовятся принять закон, по которому будущая сделка должна пройти одобрение обеих палат, прежде чем Белый дом сможет снять иранские санкции. Правда, сначала стороны должны сформулировать само соглашение. И тут большинство экспертов уверены, установленный дедлайн 30 июня нереален. Я, конечно, оптимист и считаю, что шансы на достижение соглашения к 1 июля примерно 70%. Но ставки для обеих сторон так высоки, что они могут не достичь компромисса, и переговорный период будет продлен. Любопытно, что даже участники сегодняшней дискуссии в Конгрессе так и не сошлись во мнении. Достигнутое соглашение – это хорошо или плохо? Одни эксперты уверены, что Иран получил то, что хотел – уважение собственных интересов и право на мирную ядерную программу. И теперь якобы Тегеран займет умеренную позицию. Другие эксперты предупреждают – страны региона получили стимул для собственных разработок ядерного оружия. Но главное – сделка не решает вопрос противостояния США и Ирана в других сферах. К тому же, будущее соглашение затрагивает интересы влиятельных игроков – от региональных держав до глобальных нефтяных корпораций. И все постараются повлиять на ход переговоров, что делает их исход непредсказуемым. Роман Мамонов, Анатолий Кошенко, Вашингтонское бюро РТВАИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова